тема нашего сегодняшнего занятия интернациональный стиль собственно что такое интернациональный стиль это ведущее направление в архитектуре и дизайне тридцатых шестидесятых годов сформировался на основе традиций модернизма и педагогической системы баухауза но почему это время так ценно для профессии графического дизайнера ценно прежде всего потому что в это время как раз формируется ее стержень и как правильно написал своей диссертации дмитрий вожаевич есть у него прекрасный такой труд который я неоднократно цитирую и обращаюсь к нему сформировалась и модель профессии модель творческого процесса то есть был выработан вот тот самый универсальный канон для создания чистых функциональных лаконичных решений которым вы все сейчас пользуетесь другой вопрос тоже не менее важный почему интернациональный стиль так оказался популярен в 50-е годы но причина на самом деле проста потому что после второй мировой войны мир действительно раскрывается сказать он установится таким вот общим и это с одной стороны сказать такую как бы такая философская как бы из истории а с другой стороны это бизнес то есть с одной стороны действительно люди стремятся быть открытыми стремятся к общению а с другой стороны активно набирают оборот транснациональные корпорации обороты капитала и так далее и к чему это приводит приводит к тому что требуется создание какой-то универсальной визуальной системы для общения людей которые выросли в разных культурах у них различные ценности то есть они по сути волею случая оказываются собраны вот в этом новом пространстве неважно это пространство аэропорта вокзала хотя это связано спас с пассажиропотоками с путешествиями или это сказать рабочее пространство то самое ведение бизнеса и действительно традиции модернизма сказать где во главу угла оставилась функциональность лаконичность и универсальность они оказались сказать наиболее адекватными для решения этой проблемы и вот на этой схемке достаточно ясно видно как развивался интернациональный стиль и какие были школы результате и так как мы с вами уже выяснили интернациональный стиль как на направлении в архитектуре вернее в графическом дизайне возник на основе идей баухауза поэтому хоть у нас наверху возникает это слово но для того чтобы вот все эти идеи очень классные очень увлекательные очень четкие превратились в систему в метод должен был появиться человек который на самом деле не находится внутри этой системы человек который не преподает в баухаузе который смотрит на происходящее со стороны таким человеком оказался ян чихольд и почему мы ценим именно чихольда как такое вот переходное звено между опытами экспериментами и открытиями баухауза и собственно уже швейцарской школы и интернациональным стилем потому что он действительно создал систему то есть он унифицировал эксперименты и опыт художников и выстроил из этого программу работы с печатным изданием вот сказать почему он ценен для истории графического дизайна всем знакома вот эта формула швейцарская школа наверное для любого графического дизайнера это такой своеобразный бренд и некий эталон функциональности ясности красивой и очень внятные типографики и довольно часто вы встретите в статьях что швейцарской школой на самом деле называется абсолютно все от тридцатых до шестидесятых годов это вот сказать просто такие перипетии связанные с формулировками с названием но вот опираясь на как раз труд дмитрия вожаевича следует все таки разграничить швейцарскую школу и интернациональный стиль то есть правильно называть швейцарской школой как раз тридцатые сороковые то что действительно имеет отношение к этой стране это работа определенных дизайнеров графиков это скажем эрнст келлер это макс билл это антон штанковский немец но который как раз перед вторую мировую войну успел поработать в цюрихе это герберт метр это вальтер кох то есть это как бы первое поколение дизайнеров которые воспользовались программой яна чихольда и активно стали ее внедрять в производство и вот это время тридцатые сороковые называется романтическим периодом но сказать как в развитии любого стиля действительно есть такой момент когда нет может быть такой вот сухой еще окончательно установленной системы и как возможно некоторые вариации присутствует такое восторженное отношение от первых опытов и вот собственно интернациональный стиль начинается действительно в пятидесятые начинается уже после окончания второй мировой войны и его появление я вам уже объяснила с чем связана его популярность сказать это популярность такая чисто прагматическая сказать как устроить коммуникацию между людьми которые разговаривают на разных языках у них разные ценности они к разным профессиям принадлежат то есть это действительно создание вот такого универсального визуального языка для передачи сообщений и я думаю каждый из вас без труда сейчас перечислить что в результате вошло вот в этот универсальный язык которым мы и по сей день пользуемся это шрифт особый особенный конечно же это гильветика или универс то есть шрифт как такая вот чистейшая абсолютно форма которая принимает внутрь себя информацию это типографика type as image это модульная сетка конечно же и наверное это геометрия геометрия как основа создания визуального образа то есть вот все что на самом деле я перечислила это такие элементы которые не имеют национальной принадлежности не имеет сказать каких-то таких нюансов особенных восприятий это действительно перечень абсолютно таких вот беспристрастных элементов языка и самое это интересное происходит как раз в пятидесятые потому что в результате на базе вот этого желания создать универсальный визуальный язык формируются две школы которые довольно таки ясно и радикальные про которые мы с вами сегодня поговорим и американская школа гуманистическая которую мы оставим с вами на следующее занятие и собственно в чем их различие различия в подходе в наборе визуальных средств в задачах которые дизайнеры графики себе ставят и американская школа на самом деле она целиком построена на опыте музея современного искусства это фактически коммерческий модернизм это переложение опыта европейского и русского авангарда на почву рекламы европейская школа другая там адептом и так сказать такой центральной фигурой выступает эмиль рудер и его бессмертный труд типографика вышедший кстати сказать в шестьдесят седьмом году практически на излете стиля вот такая как бы схематическая история для начала если попытаться найти какой-то объект графического дизайна который послужил бы эпиграфом к сегодняшнему разговору то мне кажется без сомнений это будет как раз плакат Никлауса Стоклина швейцарского дизайнера графика почему-то его считают приверженцем другого направления под названием object poster объект плакат как и лучи она бернхарда о котором мы с вами еще в конце прошлого семестра говорили но мне кажется даже как несмотря на то что этот плакат не такой уж швейцарский имея ввиду не настолько уж точно выдержан как раз вот в рамках швейцарской школы графического дизайна в нем есть тема которая действительно является центральной для всего нашего сегодняшнего разговора мы с вами видим букву литеру и вот тот отпечаток который получается когда буква соприкасается с бумагой и в принципе если как-то попытаться сформулировать достаточно кратко в чем заключается суть именно вот этой европейской ветви интернационального стиля то конечно же это будет типографика но не просто типографика а вот именно ремесло сказать все что связано с наборной кассой с технологией печати с таким вот очень высоким отношением к печатной культуре буквально сказать с пиететом перед этим ремеслом потому что все кого мы сегодня назовем ну почти все тот же чихольд или эмиль рудер они когда-то в своей юности прошли как раз вот через эту школу наборщик и я думаю мне не нужно вам пересказывать смысл и содержание книжки эмиля рудера типографика но просто напомню что там постоянно сказать всплывают вот эти факты именно ремесленные как литер отпечатывается на бумаге как ведет себя тот или иной шрифт на той или иной бумаге то есть сказать вот эта прагматическая европейская школа интернационального стиля она действительно оказывается целиком и полностью построена именно на культуре печатного мастерства сказать на работе с буквой как основным элементом выразительности поэтому мне кажется что сюжет этого плаката это ну буквально такой вот концентрат так сказать всех идей которые были сформированы этим направлением такая вот визитная карточка европейской ветви интернационального стиля немножко предыстории потому что она тоже важна хотя мы с вами упомянули и чихольда и баухаус вот этот термин новая типографика которые собственно всегда приписывают чихольду и это правильно он возник чуть раньше чем были выпущены труды я на чихольда и встречается у разных авторов встречается в том числе и у ласла махой надя его эссе под названием новая типографика что он там пишет типографика средства коммуникации печатный образ связан с содержанием через оптические и психологические законы самый важный аспект современной типографики использование цинкографского клише в скором будущем книга будет заменена фотофильмом здесь есть такая интересная параллель в том числе и с статьей Лисицкого наша книга где он через несколько лет напишет о том что книга должна быть заменена самозвучащими и кинозвучащими образованиями новая типографика это одновременный опыт визуального и вербального изображения и слова это вот такая моя краткая выдержка из этого текста который вы видите здесь на экране и чихольд конечно же без сомнений был знаком с этим текстом и так сказать его вот такое восторженное отношение к баухаузу сложилось после посещения знаменитой выставки которую устроила школа как раз в двадцать третьем году но вот еще раз повторюсь здесь очень важен был взгляд человека именно извне так сказать который не внутри вот этой среды находится и так сказать как бы видит все происходящее как такой процесс где задействовано так сказать множество различных авторов и сам является участником этого процесса нет а человек который видит результат и эффект этого результата так сказать вот эти вот этот так сказать восторг это это такой эмоциональный накал который он собственно получает от вот этих новых продуктов графического дизайна он по сути становится катализатором для популяризации вот этого нового метода то есть получается что в основе здесь буквально лежит вот этот восторг так сказать вот этот как бы вот это восхищение от ясности лаконичности простоты с помощью которого плакат общается со зрителем и здесь наверное тоже нужно такую маленькую ремарку сделать что для нас особенно глядя из начала 21 века всегда кажется что если в германии был баухаус то собственно вся германия была похожа на баухаус во всей печатной индустрии был такой вот абсолютный прагматизм ясность и функциональность ничего подобного чихольт об этом пишет и так сказать действительно как типограф имеет контакт вот с такими старомодными изданиями так сказать с вот этой классической системой которой он чувствует что она устаревает и так сказать уже не несет в себе вот той функции которую требует современное который требует современный мир не способен так сказать выполнять те задачи которые ставит современная действительность используется текстура вот да в те двадцатые в середине двадцатых даже в конце двадцатых используется текстура довольно часто для набора текстов причем неважно каких вот эти классические все готические скрипты готические шрифты текстура фрактура бастарда для общения с читателем для набора текстов и действительно вот эта тяжеловесность и такая вот тяжеловесность да и ненужное ненужный историзм так они наводят грусть и мне кажется чихольда прежде всего удручает тот факт что за этой тяжелой завесой собственно не видно не слышно голоса текста так сказать вот это как бы использование классического немецкого шрифта оно нивелирует собственность содержания и смысл послания вполне возможно что он еще за этот момент ухватился что типографика шрифт они должны рассказывать читателю о смысле текста должны сказать проецировать вот это содержание на поверхность и второе интересное совсем маленькая статья вышла в журнале мерц даже можем с вами посмотреть номер четвертый журнал мерц который издавал Курт Швиттерс и статья это принадлежала Лисицкому и в этой короткой такой заметке состоящей из восьми пунктов он пишет о том что слова печатного листа воспринимаются глазами а не на слух понятия выражают посредством традиционных слов следует оформлять понятия посредством букв экономия выразительных средств оформление пространства книги посредством наборного материала оформление пространства книги посредством клише должно воплощать новую оптику непрерывная череда страниц биоскопическая книга новая книга требует нового писателя чернильницы гусиное перо мертвы и вот восьмой пункт он самый интересный и над ним до сих пор бьются в желании разгадать что же имел ввиду Лисицкий все наши исследователи историки книги начиная от Кричевского и заканчивая Рустамом Габасовым печатный лист преодолевает пространство и время печатный лист бесконечность книги сам должен быть преодолен электро-библиотека вот мне важно было вам показать эти две публикации для того чтобы вы поняли что все-таки сделал Чихольд и с чем он работал какой материал он анализировал потому что он не мог не знать вот о таких текстах но в чем собственно разница между текстами Чихольда и текстами Махой Надя и Лисицкий пишут манифесты это действительно воззвание такие наверное с включением каких-то эпатажных таких формулировок нацеленных на будущее заведомо так сказать непонятных вроде электробиблиотеки и вот этих вот фотофильмов фото типа фото о чем пишет Ласло Махой Надь Чихольд вроде бы тоже пишет манифест новой типографики но он пишет текст который больше всего уже напоминает практическое руководство то есть он действительно систематизирует собирает вот весь этот визуальный материал который его восторгает которым он восхищается в некую программу и объясняет как же теперь в нужных условиях нужно работать в нынешних условиях нужно работать с печатным изданием так сказать буквально раскладывает все по пунктам потому что естественно вот эти открытия они известные открытия я имею ввиду и русских конструктивистов и допустим немецких дизайнеров графиков того же Курта Швиттерса он ведь работал в рекламе голландцев Пита Цварта это так сказать вещи которые знакомы но объяснить как вот этим материалом пользоваться как сделать так чтобы это было в результате получилось вот в таком же ключе собственно никто до Чихольда не пытался и в начале в двадцать пятом году Чихольд выпускает вот такой маленький ну по сравнению с уже глобальным печатным изданием манифест это приложение к типографии Шемита Люнген типографскому вестнику и называется эта история элементарная типографика и практически сразу Чихольд делает очень правильную вещь он с визуальной точки зрения организует материал так чтобы это действительно было пособием по изучению вот этой новой элементарной типографики то есть не просто собирает материал его классифицирует но и так сказать сам демонстрирует через дизайн печатного поля через дизайн страницы как вот этими новыми открытиями можно пользоваться и в этом тексте тоже можно выделить несколько важных пунктов которые фактически перейдут в следующий уже эпохальный труд Эмиля Рудера и действительно уже в 50-е станут вернее даже не только в 50-е станут впоследствии ядром уже швейцарской школы и затем ядром интернационального стиля новая типографика функциональна цель новой типографики коммуникация коммуникация должна осуществляться кратчайшим простейшим и наиболее ясным доступным способом чтобы типографика могла продемонстрировать свои социальные функции организованным должно быть не только содержание но и процесс печати ограничение способов выразительности до базовых элементов использование фотографий в качестве иллюстрации использование гротесков белая пустота пространство страницы также является композиционным элементом и и почему вот эти труды чихольда действительно стали популярными почему именно они стали основой создания швейцарской школы интернационального стиля как я уже говорила потому что это программа программа работы а второе они адресованы не только дизайнерам но и наборщикам вот это важно то есть он не зря я вам вначале показала вот этот плакат Никлауса Стоклина с литерой действительно очень важно что технология вот это ремесло оно включается в этот художественный процесс так сказать оно является неотъемлемой частью этого художественного процесса то есть это действительно реформа типографики изнутри так сказать не только сверху вот через эти визуальные решения но и изнутри вот этого технологического процесса вот ну а третье собственно почему это почему эти выпуск элементарная типографика и в дальнейшем книга Чихольда оказались востребованными потому что текст дополнен примерами и эти примеры очень внятно очень скрупулезно ясно разобраны так сказать как устроен тот или иной восхитительный объект так сказать сделанный руками мастеров школы баухауза или так сказать дизайнеров графиков им сочувствующих мало показать нужно объяснить как это устроено и почему это устроено именно так но во всем этом списке честно вам скажу меня всегда больше всего занимает именно восьмой пункт белые это тот пункт который является личным авторским открытием Чихольда ни у Лисицкого ни у Ласла Махой и Надя мы не встретим вот такой акцентировки именно на пустоте на пространстве страницы как композиционном элементе может быть подспорно что-то мы найдем у Лисицкого потому что в супрематизме вот это белое это пустота это действительно такое силовое поле в котором в этом напряженном состоянии замерли отдельные элементы но Чихольд вот это белое подает как материал книги потому что по сути что такое книга что такое печатная графика это бумага или несколько листов бумаги и на листе определенного формата есть некая информация но эта информация она не сама по себе она не в воздухе висит она прикреплена вот к этой поверхности она находится внутри этого пространства и по сути так сказать вот если тоже попытаться все-таки выявить такой опорный пункт для швейцарской школы и для так сказать уже последующих опытов 50-х 60-х годов то вот именно такой пиетет перед белым перед вот этим воздухом действительно станет основа полагающим к этим элементам вот этой системы и тот тот же мюллер брокман или эмиль ruder как таких мастера корифей вот этой прагматической ветви интернационального стиля настоящие швейцарцы они для белого найдут еще свою дополнительную метафору поскольку будут увлекаться восточными практиками интересоваться японской китайской культурой и так сказать сформируют такое вот свое понимание пустоты о том что пустота это собственно то что делает предмет видимым то что создает его форму не колесо важно и не ступицы колеса пространство между ними не форма горшка важно пространство которое внутри него которое что-то может в себя вместить вот так сказать такая интересная как бы метаморфоза идей и метаморфоза обусловленная действительно разницей в восприятии каких-то задач и ключевых принципов творчества хотя мы вот с вами говорим все об одном и том же о новой типографике об элементарной типографике но там для лисицкого допустим очень важна артикуляция текста для ласла махой нади вот этот союз типографики фотографии типа фото вообще переход от печатного слова и буквы к таким фотообразом фотоимиджем которые фактически как иероглифы должны будут работать а для чехольда вот в этом во всем безумстве и восхитительной среде которая создается прогрессивными дизайнерами графиками привлекает именно белое тот факт как эти элементы живут на печатном листе и собственно что же было внутри этого вестника что же это были за примеры ну например да обложка лисицкого журнал Брум фрагмент от вот этой известной вам книжки «Кунст-изм» маленькое стихотворение Тристана Цара хотя на самом деле в каких-то уже более поздних изданиях эта же картинка приписывается Ильи Даневича вполне возможно Чихольд мог и что-то перепутать но вот здесь что интересно что наряду как раз с такими функциональными и очень четкими ясными примерами он отбирает и то что делают дадаисты или им близкие и сочувствующие то есть сказать для него важны любые по сути эксперименты с типографикой которые раскачивают вот это классическое такое очень тяжелое восприятие книги и так показывают возможности все той же наборной кассы буквально что не обязательно набирать все по линейке использовать вот эти устаревшие каноны можно относиться к этому творчески можно действительно превратить вот этот текст в визуальную поэзию и Чихольд действительно и сам следовал тем заповедям которые он активно пропагандировал но все равно мне кажется вот у него есть какой-то очень неуловимый даже не до конца как как бы формулируемый взгляд эстета не зря есть одна фотография мне кажется вы все ее знаете и видели где сделаны уже мне кажется в 50-е где Чихольд подтянутый сидит в пол оборота у него галстук бабочкой есть такой вот жест где он буквально таким образом сложил руки и явно что-то рассказывает о типографике о литерах о буквах так сказать вот такое вот смыкование так сказать этой графемы этой всей типографической эстетики которая буквально у него на лице присутствует есть еще такое слово танкач так сказать вот с очень чувствительным каким-то восприятием человек потому что фактически вот этот рекламный плакат для фейбус паласка он сделал их довольно много целую серию кино для этого кинотеатра он построен по законам конструктивистским у нас есть диагональ есть так сказать вот эти блоки типографические есть цвет красный белый черный но все равно эти элементы собраны чуть иначе здесь мне кажется самый-то как бы главный герой то на чем наш глаз делает акцент это как раз вот та пустота о которой он пишет которая у меня была обозначена восьмым пунктом и в целом действительно эта серия остается узнаваемой как раз благодаря диагонали и благодаря вот этой идее загнать фотографию в круглый абрис параллельно человек еще очень точно внятно определил что у любого кинотеатра у него должен быть фирменный стиль и этот фирменный стиль он в общем-то через афиши и проявляется не только через название вывеску но и через визуальную коммуникацию через язык посредством которого он общается с публикой ну и буквально для сравнения напомню вам вот эту обложку стихов маяковского александра ротченко или обложки журнала лев все это без сомнения чихольд видел и знал но еще раз повторюсь в его руках вся эта система из такой вот брутальной и инженерной превратилась в систему такую эстетическую очень тонкую ну буквально даже можно сказать что по каким-то чуть другим законам существующие и вот такой еще вариант плаката для фейбус палас эскиз для плаката это к фильму наполеон и показываю его вам как вообще пример исторический в плане технологии есть вот такие выкраски и они обозначены стрелочками указаны указаны как какой в каком месте какой цвет должен быть и в сочетании вот эти два цвета красный и синий они дают вот такой темно-коричневый который фактически наш глаз ощущает как черный и это действительно такой прорыв который он скорее всего мог подсмотреть прорыв я имею ввиду в плане печатного мастерства который он мог подсмотреть у Питта Цварта помните я вам показывала его обложки журнала и самое главное вот этот бренд бук для кабельной фабрики он там очень много экспериментировал как раз с оверпринтом с наложением цветов и здесь Чихольд предлагает свой вариант отказывается от классического черного но все равно вводит его посредством совмещения красного и синего и соответственно можете меня поправить 28 по моему год выходит самый эпохальный труд для истории интернационального стиля новая типографика и хорошая подборка разворотов собственно мы на ней видим первое что многое было заимствовано из типографского вестника из вот того самого приложения под названием элементарная типографика но здесь он уже вводит и свои примеры чтобы показать что действительно все о чем он пишет это так сказать рабочий материал и действительно на его основе можно создавать новые формы графического искусства и для того чтобы да уже подвести к финальной точке разговор о роли чихольда формирование новой типографики показываю вот эту страничку из книжки фото ауге которую издали чихольд и франц рог немецкий фотограф критик человек который придумал такое направление в фотографии магический реализм и в двадцать девятом году вместе с чихольдом он издал книгу под названием фото ауге фото глаз это такой своеобразный тоже манифест нового видения в фотографии кого мы там можем с вами увидеть на страницах этой книжки ну конечно же Ласло Махой Надя где-то по переписке ротченко и чихольда понятно что ротченко тоже отправлял свои фотографии для публикации но по каким-то причинам они туда не вошли скорее всего была идея сделать отдельную книжку потому что чихольд об этом тоже думал настолько видимо этот материал фотографический ему понравился но вот здесь в контексте все-таки нашего разговора о типографике имеет значение даже не визуальный ряд а имеет значение вот эта небольшая страница которая предваряет вот эта страница которая предваряет собственно альбом и здесь фактически уже вот так вот явственно предъявлены во всей своей красоте полноте вот те самые принципы швейцарской школы зачем четыре алфавита и вот собственно эти четыре алфавита мы здесь с вами видим если все равно звук остается прежним но интересный такой поворот событий зачем вот это многоголосица и такое ненужное разнообразие когда все вот эти буквы могут быть заменены одной зачем большие буквы и вспомните вообще грамматику немецкого языка у них же каждая существительная пишется с большой буквы зачем вот этот неровный рельеф текста когда можно ограничиться одним набором зачем дополнительно акцентировать внимание на начале предложения и писать первое слово с большой буквы когда достаточно знака припинаний вопросительный знак восклицательный знак точка которые наш глаз все равно воспринимает как конец предложений так сказать зачем какие-то дополнительные отступы и абзацы когда можно просто отделить вот так вот один блок от другого пустой строкой то есть фактически это такие вопросы воззвания которые так являются тоже кратким переложением вот той самой новой типографики чихольда вышедшей года ранее и сама по себе вот эта формула она тоже очень красивая очень знаковая символичная как раз вот для формирования швейцарской школы и совсем финальная точка в разговоре о чихольде мне кажется что такие вещи нужно видеть если не держать в руках потому что они раскрывают человека чуть с другой стороны потому что мы с вами читая его статьи читая пересматривая книжку новая типографика рассматривая плакаты сделанные чихольдом мы видим как бы результат мы видим так сказать вот финал работы а какая-то бытовая история такая вот каждодневная она остается за кадром и в общем-то остается до конца не ясным а в обычной жизни следовал ли этот человек тем заповедям собственно с которыми которые он так активно пропагандировал получается что следовало получается что действительно для него это был такой вот восторг перерождение так сказать желание перестроить как вот эту всю типографическую культуру как шрифтовую культуру на новый лад и он во всех как нюансах жизненных так сказать во все как бы моменты вот этой новой идеологии стремился следовать другое дело вы все прекрасно знаете его историю знаете вот трагедии которая произошла по моему тридцать седьмой или тридцать восьмой год когда он действительно попадает в гестапо вместе со своей женой и чудом его отпускают и он уезжает уезжает в швейцарию и там отказывается полностью вот от тех принципов которые он еще недавно проповедовал потому что для него вот как-то соединяются в памяти такой вот жесткий так сказать нацистский тоталитаризм и вот такое вот жесткое насаждение принципов любых в культуре и он обращается вновь вот к той классической схеме книги от которой еще недавно отказывался но вот на тридцать первый год даже сочиняя письмо Лейбегеноса Родченко он пользуется вот этими принципами новой типографики и это действительно такой элемент авторского фирменного стиля так сказать бланк который он сам для себя придумал Ян Чихальд так сказать где все очень структурировано функционально организовано есть шрифт болт которым выделено имя затем начертание светлое стандартное к которому уже набран адрес телефон есть место определенное отведено для адреса человека к которому он обращается есть вот такие пробелы места в которые нужно вписывать впечатывать вернее уже какой-то порядковый номер корреспонденции или указывать дату письма на которое он отвечает и дату уже этого сообщения которое он пишет сам никаких больших букв вы здесь не найдете абзацы отбиваются вот этой пустой строкой и в общем то перед нами такой абсолютно совершенный объект типографического искусства сказать полностью соответствующий нормам и правилам этого мастера и так там в начале вот этой маленькой схемки было написано еще волшебное слово баухаус но все-таки имеет смысл хотя бы кого-то из швейцарских дизайнеров графиков назвать кто действительно там учился и вот эти идеи как бы вывез из страны и перенес на швейцарскую почву это не только Чихольд который эмигрировал в Швейцарию но и несколько учеников баухауза например Макс Билл и здесь сама по себе хороша организация этого аусвайса система которую вполне возможно которая вернее вполне возможно тоже могла восхитить Чихольда и так сказать стать такой опорной точкой для его для вот этой программы под названием новая типографика кто такой Макс Билл архитектор дизайнер скульптор как раз с 24 года он учился в баухаузе в 53 году он создает пульмскую школу дизайна где готовят специалистов в области технической эстетики становится архитектором здания и так сказать эта школа она пыталась себя как-то позиционировать как наследница баухауза и в частности вот этого периода когда директором баухауза был Иоганнес Майер есть такая как бы идеология социального именно функционализма так сказать активного внедрения социальных задач в дизайн культуру вот но Макс Билл кроме всего прочего был еще и приверженцем такого направления в искусстве как арт-конкрет и на самом деле вот эти цурихские конкретные и конкретные искусства оно для швейцарской школы тоже имеет большое значение это как раз вот та самая геометрия чистая лаконичная которая тоже с успехом вошла в плакаты Мюллера Брокмана Рихарда Пауля Лозе я думаю дальше вы этот список Армина Хоффмана дальше вы этот список за меня без труда сможете продолжить но так сказать начательная точка вот этих геометрических построений в швейцарской школе она связана именно с движением арт-конкрет собственно что это такое кто-то называл Рихард Пауль Лозе по-моему называл арт-конкрет вариации конструктивизма так сказать фактически это движение которое возникло вернее направление в искусстве которое возникло на основе неопластицизма и опытов Пита Мандриан но наверное даже суть так сказать важность не в этом а важность все-таки в том что художники пытались изобразить создавая вот такие вот композиции они считали что арт-конкрет материализует духовные и идеальные начала то есть вот эти композиции чем они являются эталонами меры эталонами гармонии эталонами порядка такие как бы способы символически изобразить настоящие процессы протекающие в мире и считали что вот такого рода картины гораздо более реальные и конкретные чем дом корова или девушка которые нарисованы по всем правилам воздушной перспективы и если как-то попытаться суммировать и вывести все-таки какую-то единую такую линию в работах художников арт-конкрет все что вы сейчас видите это работы Макса Билла Антон Штанковский как-то здесь тоже отметился в этой группе Рихард Паули Лозе вот если все-таки попытаться вывести какую-то единую так сказать линию то это будет такая прогрессия или некие соотношения такие геометрические выстроенные постепенные убывания или наоборот увеличение форм и собственно сегодня что я вам хочу показать и как построить наш разговор перечислить наиболее такие важные элементы швейцарской школы то на чем действительно сложился интернациональный стиль перечислить те элементы которые собственно являются его ядром и первый элемент его в свое время очень точно определила Елена Черневич наш историк графического дизайна это квадрат у малевича есть квадрат но это сказать особая статья для швейцарской школы квадрат это действительно такой вот атом стиля абсолютно такая вот универсальная форм потому что мы можем говорить о модульной сетке и о ячейке квадратным форматом можем говорить о геометрической форме которая является элементом композиции и ограничивает фото изображение например как здесь на этом плакате Макса Билла она может быть развернута по отношению к нам в пространстве и превратиться в куб как здесь на этом плакате Рихарда Пауля Лозе но тем не менее как именно она остается такой вот абсолютно универсальный и здесь конечно же так сказать следующей такой вот точкой в разговоре о квадрате будет книжка Эмиля Рудера которая не случайно квадратного формата то есть это такой действительно эталон гармонии швейцарской школы так сказать абсолютно во всех смыслах начиная от содержания и заканчивая формы и вот здесь нужно уже точно сформулировать что собственно внес Чихольд вернее что собственно внес Эмиль Рудер какова его заслуга заслуга а его заслуга совершенно с одной стороны простая а с другой стороны очень масштабная потому что он преподаватель с 47 года вместе с Армином Хоффманом они преподают в Базельской школе искусств и ремесел и там собственно формируется вот это новое мировоззрение в графическом дизайне а без передачи опыта следующим поколениям такое вот активное доминирование стиля его укрепление его позиций практически невозможно это раз а второй момент собственно работая со студентами он фиксировал задания он про них писал и вот эта книжка она является итогом его публикации которые были в по-моему с 56 где-то года несколько лет в типографии Миттелюнген таком издании так сказать было тоже своеобразным манифестом швейцарской школы так сказать активно публиковало все материалы касающиеся этого направления в графическом дизайне и книжка Эмиля Рудера типографика которая вышла в 67 году хоть она стала уже итогом вот этой педагогической работы итогом вот этих статей и эссе публиковавшихся в журнале и так сказать с одной стороны жаль что она выходит на излете стиле практически потому что там год или два и собственно вот этой идеологии сменяется следующий швейцарским панком так сказать сменяется вольфгангом идеологии уже вольфганга вейнгард а с другой стороны так без вот этого свода правил каким стала типографика Эмиля Рудера не было бы исключения из правил и игры без правил которую так активно вводит швейцарский панк для того чтобы от чего-то отказываться и с чем-то конфликтовать нужно все-таки видеть перед собой перечень сказать этих параметров и сейчас познакомлю вас с Антоном штанковский немецкий дизайнер график но имеет отношение к швейцарии потому что он работал в цюрихе перед войной как раз тридцатые годы и там с одной стороны многому научился потому что попал вот в эту группу цюрихских конкретных художников с другой стороны сказать все что с другой стороны являясь носителем модернистских теорий с другой стороны являясь носителем вот этих модернистских теорий активно и радостно делился своими знаниями с швейцарскими дизайнерами графиками но Антон Штанковский по своей творческой судьбе это действительно занятная личность потому что у него была такая вот область эксперимента это то что вы здесь видите на экране это работа в духе арт конкрет он активно занимался фотографией и мы его знаем как графического дизайнера но любопытно что и фотографии и опыты в области конкретного искусства они стали частью его работы в графическом дизайне фактически стали лабораторией вспомогательным материалом для рекламных плакатов брошюр книг и так далее вот собственно одно из таких пар вы сейчас видите на экране с одной стороны у нас эта работа посвященная квадрату и в ней можно увидеть множество смыслов начиная от геометрических построений и последовательности до как раз швейцарской сетки и понятно что эту схему можно было бы использовать наверное абсолютно по-разному но штанковский выбирает вот такой вариант 75 лет верхбунду берет фрагмент и создает рекламный плакат у антона штанковского есть еще и книжка детская которая называется гюкин смотреть книжка о квадрате где на примере этой формы рассказывается о каких-то ситуациях и жизненных в том числе о ситуациях композиционных то есть в ней текста как такового нет есть некие графические такие этюды где акцентируется внимание на одной из форм есть какая-то интрига связанная с цветом с гаммой это мы все с вами здесь можем наблюдать вот но то что я сейчас листаю это не издание которое выпустил антон штанковский это переиздание уже современное где авторы решили включить в альбом фотографии антона штанковский получилось на самом деле тоже такая своеобразная забавная перекличка вот этих фото имиджей фотообразов и абстрактных композиций и действительно если пробежаться сквозь визуальный ряд разных разных дизайнеров графиков то эта тема квадрата абсолютно точно сквозь тридцатые сороковые пятидесятые проходят буквально красные нити ну потому что это действительно такая мощная основательная форма которая может быть элементом композиции может быть элементом инженерной конструкции абсолютно такая вездесущая например Тео Бальмер представляю вам еще одного дизайнера графика тоже учившегося в баухаузе швейцарца который всю идеологию школы перенес на швейцарскую почву вновь Тео Бальмер и что интересно он начинает экспериментировать с гарнитурой со шрифтом и на основе квадрата создает вот такую версию шрифта вновь Тео Бальмер и не так давно его внук Тьери Бальмер который является шрифтовым дизайнером спроектировал гарнитуру как раз на основе шрифтовых надписей своего деда и гарнитура это насколько я знаю доступно в этом году конкретно не проверяла но абсолютно оставляет но оставляет ощущение абсолютно такого рабочего и что интересно современного продукта технологичного и так нет налета вот того времени так она абсолютно мне кажется классно могла бы вписаться в нынешнее цифровое вот это наше пространство сетка конечно же какая сетка без квадрата вот и здесь пришло время вспомнить о том что собственно сделал Эмиль Рудер в своей книжке чем она эпохальна и знаменит не только тем что это свод правил швейцарской школы есть еще один момент не менее важный и он как раз вот на примере этой страницы хорошо прочитывается Рудер вписал типографику в историю визуальной культуры просто вот наглядно показал объяснил что есть одинаковые законы и в архитектуре как на левой странице и в графическом дизайне как на правой странице и таких разворотов если вы помните там достаточно много так сказать появляются работы скульпторов появляются работы архитекторов какие-то артефакты связанные с артефакты древности связанные с формированием письменности с формированием вообще вот этой вот культуры сохранения информации то есть это на самом деле такой абсолютно прорывной и важный момент типографика не как ремесло имеющее отношение к книге как так сказать технология которая позволяет ее напечатать а типографика как просто неотъемлемая часть визуальной культуры которая имеет право быть вписанной вот в эту общую мировую историю искусства и еще один квадрат но и график new graphic design журнал который тоже имеет значение потому что на потому что это был манифест швейцарской школы который издавался на протяжении второй половины пятидесятых годов и в котором вновь вот очень важный факт не только с точки зрения информ в котором вот это новая типографика как новые новые идеологии была подана не только с помощью текста но и с помощью дизайна с помощью устройства этого печатного издания то что вы сейчас здесь видите но я думаю это без меня тоже знаете и помните это обложка это не титульный лист это не содержание это именно обложка обложка которая работала как содержание которая была спроектирована по законам содержания и здесь собственно вот это стандартная всегда тема как разрекламировать номер все что вы о нем потом узнаете так сказать открыв его как это можно вывести на обложку с помощью рекламной фотографии с помощью лозунгов отдельных каких-то фрагментов статей названий авторов и так далее они поступают совершенно классическим для швейцарской школы для этого метода способом информации есть рекламу содержание и есть рекламу и плюс еще хочу обратить ваше внимание что собственно цифра вот это вот крупная большая вообще вот эта традиция использования крупных больших цифр она действительно тоже близка интернациональному стилю но идет не от типографики вернее не от печатных опытов и от верстки периодики и многостраничных изданий а идет от систем коммуникаций в общественных пространствах сказать вот там эта традиция прижилась крупные буквы и цифры допустим в аэропортах и поскольку основное назначение типографики это коммуникации передачи сообщений вот эта идея она действительно оказалась здесь к месту и что мы с вами можем найти внутри да нашла кстати точные даты издание журнала 1956 1965 значит в первом номере была статья Рихарда Пауля Лозе в швейцарском плакате 31 года начиналась хронология с плаката Макса Билла затем следующий номер статья уже о новых плакатах упаковка выставочный дизайн и теоретические статьи физическая природа света дизайн немецкого флага например третий номер был про образование про вербовку новых кадров для швейцарского стиля и да кстати сказать еще обратить внимание на вот эту серийность и вариативность сказать она не только в плакатных сериях но она и в принципе верстки потому что есть еще одна такая формулировка это относительно того что есть швейцарская школа вариация ограниченного набора правил вот есть действительно очень такой вот ограниченный набор визуальных средств но как ни странно внутри внутри вот этого ограниченного набора возможны совершенно бесконечные вариации и тоже мне кажется такой интересный факт в 2014 году издательство Ларс Мюллер которая базируется в Цюрихе сделала репринты этих журналов вот идея тоже сохранения наследия передачи в следующем поколении и к этому событию была приурочена серия выставок вполне возможно что они передвигались по Европе потому что вот эти кадры сделаны в Дублине и вы можете видеть как была устроена экспозиция то есть это фактически такой такой экскурс в швейцарскую школу в содержание журнала потому что здесь мы явно можем его с вами полистать и прочитать но в то же время на стенах висят вот не висят даже эта самоклейка то есть это отпечатанные заново плакаты наиболее известные наиболее сказать такие вот стильные знаковые для швейцарской школы и кстати сказать обратите внимание вот собственно вся эта идеология арт конкрет во всей своей красе и следующий после квадрата пункт который тоже формирует швейцарскую школу это ритм какие почему я о нем хочу вспомнить потому что когда мы набиваем в гугле вот эту фразу интернациональный стиль швейцарская школа начинаем смотреть то что делали мюллер брокман то как правило первыми выпадают музыкальные плакаты это с одной стороны связано с тем с местом который они себе выбрали для работы а с другой стороны ведь музыка это абсолютно абстрактная вещь и вот здесь как раз этот такой очень лаконичный и строгий набор правил из которого состоит швейцарская школа он по-своему оказался полезен для визуализации музыки и вообще так сказать вот в недрах интернационального стиля там есть вот эта тема визуализации незримого не только музыки но и каких-то технических открытий и тем которые связаны с деятельностью тех или иных фирм и когда речь идет действительно вот о таких абстрактных абсолютно как бы не изобразительных вещах на помощь что нам приходит геометрия прежде всего но не просто геометрия а так сказать какие-то ритмические построения которые передают эмоции которые так сказать говорят нам о каких-то так сказать дополнительных темах и вещах которые имеют отношение к предмету предъявленному на плакате или где-то в брошюре или так сказать к знаку являющимся частью фирменного стиля да и обращаю вновь ваше внимание на то что здесь как без сомнения сквозит арт конкрет это раз а второе это то самое ритмическое так сказать соотношение ритмическая организация этих элементов которые призваны в нашем сознании визуализировать музыку так сказать призвано как как бы чувствовать это звучание вариации вариации действительно имеют отношение и к ритму и и к серии это как бы часть так сказать вот этой идеи и как я уже говорила действительно швейцарская школа это вариации на тему строгого набора элементов но вот интересно что такого рода изображения по крайней мере в нашем нынешнем сознании а уж в вашем сознании я стопроцентно уверена вызывают ощущение раскадровки некого подготовительного рисунка для гифки для анимации то есть мы в них видим прежде всего движение но для эмиля рутера вот такого рода серии и вариации они были ключом ключом созданию серии плакатов они были ключом к работе над многостраничным изданием серии плакатов это я имею ввиду например вот такие вещи и как мне кажется действительно в работах швейцарских дизайнеров графиков как бы вся красота этого образа она проявляется именно через ряд через вот эти вариации через эту систему изменений каждая вещь она тоже по-своему красивая эффектная и так сказать можно ее разбирать с эстетических позиций но вот такое ощущение что как бы финальный такой аккорд ставится именно когда мы все эти плакаты собираем вместе в одну линию вот такая такое такое тоже любопытный факт но возвращаясь вот к этой работе антона штанковский что надо сказать что для него например вот эта идея серии и вариации она была связана не столько с многостраничными изданиями с плакатами сколько с созданием фирменного стиля потому потому что так сказать работая допустим с корпорациями в которых есть отдельные отделения есть отдельные так сказать вот эти спектры деятельности и все это должно быть предъявлено через какие-то изменения в это знаки в визуальном образе вот такого рода опыты становятся очень и очень полезными фирмы под названием план бау строительства и у этой фирмы есть определенные как бы области связанные с продажей уже готовых построек с архитектурными решениями со строительством какими-то инженерными темами та же прокладка коммуникации и так далее и каждая из этих областей она должна быть по-своему представлена но при этом в целости при этом должна не нарушаться целостность и здесь так сказать на помощь приходит вот этот опыт по поиску всех возможных вариаций квадрата и треугольника который он собственно использует в как основу для фирменного стиля но у антона штанковский был еще один элемент излюбленный это диагональ диагональ которую мы все с вами помним по знаку дойче банка и эту диагональ он тоже по-разному эксплуатировал и наверное самый эффектный образ получился на таком дизайн проекте проекте для берлина серия графических решений для берлина включающих в том числе и городские визуальные коммуникации и обложки путеводителей и так сказать каких-то изданий посвященных городу и здесь собственно что вы видите вы видите некую стыковку полос они все три разного цвета но на самом деле это обозначение Берлина который в тот момент еще был поделен на две части западную и восточную есть то что условно можно назвать ГДР ФРГ и вот эта берлинская стена между ними абсолютно такой вот мощный получился символический образ а фирменный знак Берлина этого никогда я думаю не догадаетесь какой он предложил это линия горизонталь и вертикаль которая символизирует всю ту же берлинскую стену но ведь с одной стороны это такой символ социальным подтекстом а с другой стороны это очень мощная схема для создания визуальных коммуникаций буквально у нас здесь с вами может быть название улицы здесь номер дома собственно по такому принципу этот знак города и использовался или вот такие знаки тоже принадлежащие перу антона штанковский знак по-моему это телекоммуникации или теплоэлектросети как справа но показываю как пример работы в сфере визуализации незримого для того чтобы вы почувствовали что действительно геометрия это панацея в какой-то момент так сказать средства рассказа о вещах у которых нет ни формы ни облика так сказать есть некие ощущения которые эти вещи могут дать есть некие функции которые они выполняют в данном случае прогрев помещений собственно это через вот такую схемку и изображено холодный воздух проходя через вот это устройство становится теплым и здесь чтобы завершить вот эту историю про геометрию и про создание такой вот знаково символической системы покажу вам швейцарскую художницу дизайнера графика ученицу Эрнста Келлера это такой корифей тоже романтического периода швейцарской школы она училась у него где-то в середине тридцатых и зовут ее вернее звали ее Варя лаватер и работала она как раз в коммерческом графическом дизайне в том числе но в 60-е годы 1960-е годы она начинает экспериментировать с даже не назовешь это детской книгой начинает скорее экспериментировать с известными детскими историями что она делает она придумывает такую вот систему графическую для обозначения персонажей и рисует текст рисует текст с помощью геометрии и в таком ключе она проиллюстрировала и Вильгельма Телли и красную шапочку целую серию книг как они конструктивно были устроены вы видите сейчас на экране раскладушка совершенно бесконечная с твердой обложкой обтянутой тканью и у каждой книги свой фирменный цвет но наиболее наверное точно эта история видна на примере вообще как она устроена видна на примере книжки про красную шапочку потому что у нас есть возможность увидеть титульный лист есть возможность увидеть вот этот код эту легенду как на географических картах каждому персонажу приписан свой цвет или же своя форма и затем на страницах этой книжки разыгрывается целое представление и в принципе оно достаточно ясно прочитывается потому что вот это вот большое черное не что иное как серый волк а вот это маленькое и красное это конечно же красная шапочка зеленые круги это лес но вот для меня честно говоря этот эпизод это какая-то финальная точка в поиске швейцарцами так сказать вот этих символов вернее даже не в поиске а в разработке вот этой системы абстрагирования изображений да такая финальная точка в поиске финальная точка в разработке системы которая бы позволяла превращать в превращать превращать в такие абстрактные графические повествования любые тексты на примере плаката мы это с вами вернее в плакатах мы с вами видим на примере музыки вот и опыт вариловатор доказывает что такой прием он применим абсолютно в любых областях получается и по-своему мне кажется это еще и такой ключ к пониманию их творческой вообще системы задач как они осознавали свою профессию к чему стремились вот она символизация вот так сказать поиск этой лаконичности функциональности ясности через абстракцию это по-моему Вильгельм Тель если я не ошибаюсь вот и собственно вторая как бы история тоже связанные с швейцарской школы и как бы второй ее компонент мы с вами разобрали арт конкреты геометрию вариаций на на тему геометрии а вторая история она и конечно же связана именно с типографикой я уже обмолвилась что здесь большое значение имеет это это связь с востоком с восточными практиками так сказать где вот эта идея пустоты идея белого она по-своему оказалась еще раз подкреплена и очень любопытно смотреть на опыты того же Эмиля Рудера например то что вы сейчас видите на экране или на так сейчас найдем да вновь у нас Эмиль Рудер мне кажется обложка типографиши Монацблаттер вновь Эмиль Рудер или Армин Хоффман как здесь вот на этих плакатах очень любопытно смотреть на эти вещи так сказать чуть с другого угла используя чуть другую оптику так сказать потому что это не только так сказать типографика но это и такие своеобразные упражнения европейца в восточных практиках вот мне кажется это здесь тоже присутствует и почему самое-то главное они совпали потому что есть вот эта идеология инь-янь белого в черном или черного в белом которая абсолютно точно ложится на вот эту идеологию буквы формы и контрформы буква невозможно без белого без вот этого внутреннего пространства без проникновения белого в черное вот интересно еще об армине хоффмане у него было такое слово любимое кланк это в переводе с немецкого означает некий такой аккорд аккорд некий аккорд так сказать некая некий звук привлекающий в привлекающие внимание вот это так сказать он таким образом объяснял эффект которого он добивается и от студентов и от своей работы то есть вот состояние этой композиции должно создавать эффект музыкального резонанса вот нашла точно как это называется вернее как переводится это слово и мне кажется вот Армину Хоффману это точно совершенно удавалось и из всех швейцарцев он такой наиболее тонкий наиболее эстетствующий мастер и действительно вот все о чем мы с вами говорили в начале об отношении к тексту так сказать к такой вот основной природе книги к его состоянию печатному ко всей технологии производства насколько это необходимо в швейцарской школе мы все это с вами можем наблюдать на страницах книжки Эмиля Рудера и здесь совершенно фантастический текст предваряет о том что даже не читаемые тексты могут привлекать внимание потому что действительно в типографике важен вот этот образ а образ текст он уже нацеливает на чтение и иногда полезно бывает посмотреть на текст смысл которого мы понять не можем для того чтобы вернуться вот в это состояние для того чтобы все-таки замечать текст как форму текст как визуальный образ и любопытно что ведь у Чихольда например есть похожие каллиграфические опыты у Армина Хоффмана есть вот эта знаменитая эмблема логотип городского театра Базеля которая фактически вот по тем же законам о которых пишет здесь на этой странице рудер сделано и она с другой стороны еще напоминает иероглиф японскую или китайскую каллиграфию особенно так сказать когда попадает вот в это пространство плаката и совмещается или с фотографиями или с графикой и вот собственно то что я буду показывать сейчас это действительно все имеет уже прямое отношение именно к тексту к блоку к шрифту пропорции и с одной стороны можно было бы показать вновь швейцарцев но таких вот настоящих тех самых но показываю не клауса трокслера и филиппа апельева потому что филипп апельева на самом деле считает себя последователем швейцарской школы он действительно ездил туда там учился и работал в студии тотал дизайн у Уильяма краувилла считает что он унаследовал так сказать вот эти вот принципы швейцарской типографики но чуть на другой лад а пропорции действительно могут быть абсолютно разными потому что вот я вам показала сколько пять плакатов и у каждого из них вот это поле бумажное занято по-своим и мне кажется это действительно такой ну как бы знаковый тоже момент который вновь нас отсылает вот к тому самому пункту Яна Чихольда белая пустота так сказать вот если этот момент остается востребован если так сказать его если он не сбрасывается со счетов так сказать если о белом все время говорится тоже как о материале построения композиции то вот такие вариации действительно возможны конечно же type as image и здесь так сказать вот в этой в этом блоке самым самая моя любимая картинка является плакат Эмилия Рудера это реклама книжного магазина или книжный ярмарк это в принципе что угодно может быть где вот так составленные в стопку имена авторов начинают работать как стопка книг плюс еще обратите внимание что важность приобретает и границы этого плаката так сказать это как такая своеобразная коробка или полка так сказать внутри которой вот в таком хаотическом слегка порядке вставлен поставлена вот это стопка книг а правая сторона демонстрирует технологический процесс как технологически добиться вот такого эффекта то есть все пустые места я думаю что это вы знаете что это такое шпации заняты вот этими блоками металлическими которые по высоте меньше чем печатающие элементы очень такая на мой взгляд знаковая пара которая так сказать вновь вот эту всю суть швейцарской школы нам демонстрирует так сказать и заодно является хорошим примером для вот этой темы Type as Image Рудольф Кох по-моему это Армин Хоффман если я не путаю но не могу точно вспомнить Der Film совершенно фантастическая абсолютно простая вещь черный фон и вот эти два слова вернее предлог и артикль и слово которые положены одно поверх другого и создают эффект кинопроекции в зрительном зале Филипп Апельва и плакат к выставке Генри Мура иранский плакат который который в начале двухтысячных неожиданно стал практиковать вот эти принципы швейцарской школы плакат по-моему это Гамлет если я не ошибаюсь театральная постановка шрифт шрифты изображения естественно во всей этой традиции единственным способом введения единственным вариантом введения имиджа в плакат или в книгу является фотография традиции идущие от культуры модернизма и здесь вот без сомнения самым наверное эффектным и самым известным стал Герберт Байер не Герберт Байер Герберт Меттер швейцарский дизайнер график который кстати сказать работал немного и в журнале армитие график и ассистировал кассандру при работе над плакатами и более всего известен знаменит своими плакатами для швейцарской туристической фирмы даже настолько в сознании большинства профессионалов слился вообще с швейцарской школой как тоже своего рода символ что журнал как выбирая имидж на обложку швейцарского номера взял именно этот плакат но здесь явно сказать есть перекличка с ракурсными фотографиями потому что Родченко где-то с двадцать седьмого и двадцать восьмого года через всероссийское общество связи за границей волкс отправлял свои снимки на европейские выставки и выставки были не только Франция и Германия но и Дания и по-моему даже Япония и Америка то есть явно Герберт Меттер что-то в общем-то мог подсмотреть увидеть и далее это уже действительно в коммерческой графике использовать Антон Штанковский я вам уже упомянула о том что он не только художник и человек работавший в жанре арт-конкрет и там проводивший свои исследования которые потом становились материалом для коммерческой графики но он еще и фотограф и в принципе он один из первых кто перестал заказывать дополнительно какие-то снимки фотографом и сам стал совмещать вот эти две профессии в одном стал совмещать эти две профессии в одном лице это так сказать тоже в какой-то момент было достаточно новаторское решение потому что считалось что есть фотограф и есть художник и так сказать вот художник дает задание фотографу фотограф его выполняет а затем так сказать в ходе этой коллаборации получается продукт а Антон Штанковский понял что гораздо так сказать эффектнее и проще самому работать над фотоснимками создавать свою базу фактически такая же идеология наверное как у Александра Родченко и так сказать всегда держать под рукой нужные имиджи и образы и затем их так в легкую использовать Мюллер Брокман дружественная рука автоклуба социальный плакат меньше шума Карла Виварелли Армин Хоффман и наверное финальной точкой здесь в нашем разговоре перед тем как я вам покажу канон Массимо Виньелли должен быть шрифт вот тот самый кристально чистый бокал в который можно налить любую информацию я у Кирсанова как-то набравшись смелости спросила а почему вот эти два шрифта и гельветика и универс возникли одновременно ожидая что от такого высокого профессионала я получу исчерпывающий ответ но он честно мне сказал что это просто случайность то есть действительно потребность была она назрела вот в такой гарнитуре которая бы воплотила в себе все поиски все вот эти параметры нового стиля и с одной стороны можно было бы продолжать пользоваться акцидент гротеском который многие и по сей день считают как бы более такой удачной и красивой гарнитурой чем та же гельветика и универс но это было так сказать сознание меньшинства сознание большинства действительно должен был появиться шрифт который бы поставил финальную точку вот в этой графической системе и это произошло в пятьдесят седьмом году Адриан Фрутигер создает универс а Макс Меддингер и Хоффман создают гельветику но вот единственная фраза которую произнес Кирсанов она такая очень красивая эффектная и интересная в чем собственно разница хотя бы между этими двумя шрифтами гельветика это джинсы а универс это смокинг так сказать вот мне кажется тоже по-своему исчерпывающий ответ гельветика действительно стала вездесущей она везде так сказать как по-моему кто-то из американских дизайнеров графиков хорошо сказал но это как воздух как вот сказать есть она или нет ее это действительно воздух так сказать вот в плане типографики визуальных коммуникаций которым мы буквально дышим универс действительно более наверное вернее менее часто употребимый шрифт хотя у него есть свои адепты и так сказать свои как бы примеры использования и например им набираются тесты в британских школах где-то в системах транспортных коммуникаций очень удачно используется вот но так сказать если все-таки в совокупности как бы попытаться определить что было главной задачей главной задачей было создание такого семейства шрифтов где было бы так много начертаний насколько это возможно и вот это этот прорыв это открытие Эмиль Рудер визуализировал с помощью такой композиции это обложка по-моему каталога выставки группы ДАДА и здесь используется только универс но у нас все равно остается ощущение вот тех самых дадаистских экспериментов где все слова собраны склеены из отдельных каких-то вырезанных надерганных откуда-то букв универсов это все является одним шрифтом вот мне кажется для Эмиля Рудера это было действительно такой как бы финальной точкой эксперимента действительно возможна общность при вот таком совершенно широчайшем разбросе вот и завершить наш сегодняшний разговор я хочу каноном Массима Виньели который он выложил в открытый доступ где-то в начале двухтысячных почему потому что действительно как я не зря в лекции о модернизме сказала что для вас это не стиль это действительно канон работы это перечень наиболее как таких вот перечень ключевых наиболее эффектных таких простых средств создания продукта вашей профессии и про себя Виньели сказал что я модернист я уже не могу измениться я так сказать понимаю что возникают какие-то новые тренды в графическом дизайне но я остаюсь приверженцем вот этой школы и для него было важно вот этим опытом этими своими наработками поделиться pdf я либо вам пришлю на почту либо выложим куда-нибудь договоримся потому что сейчас его скачать уже нельзя как бы было время когда он лежал действительно в открытом доступе но это книга которая показывает что есть вернее показывает и рассказывает о ключевых принципах работы можно сказать интернационального стиля кстати сказать в том числе но я бы это брала уже шире то есть это действительно вот та самая азбука модернизма абсолютно вот что классно применимая то есть она как бы не в отвлеченном порядке анализируется она анализируется на примере конкретных опытов сказать конкретных примеров и перечисляется буквально по пунктам вот эти параметры которым нужно следовать и у этой книжки как бы два таких блока один блок про философию а второй блок про практику и вот этот блок про философию из чего он состоит семантика зачем вы создаете тот или иной проект синтаксис это грамматика языка прагматика это коммуникабельность ясность дисциплина дизайн един визуальная сила интеллектуальная элегантность вневременность ответственность и последняя без пристрастность да здесь у нас были дисциплина соответствие и неопределенность вот сказать такая как как бы философская сторона вот а далее мы с вами видим уже конкретные пункты связанные с работой с практикой размеры бумаги сетки шрифты текст текстуры вернее цвет макет переплет и так далее то есть это действительно свод правил позволяющие создавать абсолютно любой продукт причем даже я брала шире дизайн един и виньеле действительно по образованию архитектор но занимался он мне кажется всеми видами визуального творчества то есть это система которая может работать не только в рамках графического дизайна не только в рамках промышленного дизайна а я бы сейчас начале двадцать первого века сказал что и в рамках медиа дизайна тоже хотя я больше чем уверена что это возможно и в виньеле принадлежат те замечательные слова про то что нет цвета лучше черного надо посмотреть как она в точности звучит но действительно вот эта система виньеле колористическая она построена на трех цветах белый черный и красный и конечно же шрифты где он говорит о том что всего 12 хороших шрифтов но я использую три три бадони гильветику и таймс я люблю систему презирая случайность я люблю неоднозначность для меня она олицетворяет широту мнений взглядов значений я люблю противоречие так как оно заставляет вещи находиться в движении не застывать на месте в общем мне кажется в разговоре о швейцарской школе графического дизайна это действительно такая красивая финальная точка которая во первых показывает историю сложения этого стиля потому что мы вновь возвращаемся к модернизму а с другой стороны показывает что это настолько ясная система настолько функциональная настолько внятная что она действительно остается вечной и вне временной в ней так что